Народному календарю. В этот день ремесленники издавна устраивали ярмарку, а пчеловоды освещали свой мед в церкви, а потом продавали его народу. На территории музея-заповедника Коломенска в Москве еще остались немые свидетели этого праздника былых лет. 800-летние могучие дубы, 400-летние пихты. Помнят торжества и эти уникальные памятники архитектуры. В этом году впервые спустя многие в Коломенском отмечали праздник Медовый Спас и День Ремесел. На Руси всегда почитались праздники, посвященные Всемилостливому Спасу. Этот первый Спас в народном календаре называется Медовым. В этот день пчелы перестают носить мед в цветов, а пчеловоды в эту пору заламывают пчелиные соты, ибо поверье гласит, что если пчельник не заломает соты, то соседские пчелы вытаскают весь мед. Строгим блюстителем народных обычаев только с этого дня разрешается есть мед. А Русь всегда славилась своим медом, медовыми квасами и медовухой. Наряду с сольном, воском и мехами мед был одним из основных продуктов российского экспорта. Отведать душистый российский мед девяти сортов, оценить по достоинству великолепие русской медовухи и изысканность бархатного медового бальзама смогли москвичи на этом празднике. А пчеловоды снова 14 августа или 1 по старому календарю. Какой русский праздник без застолья. Но это еще не все торжество дня. День ремесел, привлеченный к празднику медовый спас, представил многообразие исконно русских ремесел. Архангельское жемчужное низание, вышивку, лоскутное мастерство, гжель и многое другое. И хотя немного грустно, ведь по народному календарю в этот день еще и заканчивается лето, все-таки очень хочется, чтобы праздник в этом удивительном уголке природы повторялся из года в год. Ведь, как говорится в русской пословице, у кого медок, у того весь год сладок. Какой русский праздник без застолья. А Русь всегда славилась своим медом, медовыми квасами и медовухой. Наряду с сольным, воском и мехами, мед был одним из основных продуктов российского экспорта. Отведать душистый российский мед девяти сортов, оценить по достоинству великолепие русской медовухи и изысканность бархатного медового бальзама смогли москвичи на этом празднике. А годы снова 14 августа или 1 по старому календарю. Какой русский праздник без застолья. Но это еще не все торжество дня. День ремесел, привлеченный к празднику медовый спас, представил многообразие исконно русских ремесел. Архангельское жемчужное не занято. Народному календарю в этот день ремесленники издавна устраивали ярмарку. А пчеловоды освещали свой мед в церкви, а потом продавали его народу. На территории музея-заповедника Коломенской в Москве еще остались немые свидетели этого праздника былых лет. 800-летние могучие дубы, 400-летние пихты помнят торжества и эти уникальные памятники архитектуры. В этом году впервые спустя многие в Коломенском отмечали праздник медовый спас и день ремесел. На Руси всегда почитались праздники, посвященные всемилостливому спасу. Этот первый спас в народном календаре называется медовым. В этот день пчелы перестают носить мед в цветов, а пчеловоды в эту пору заламывают пчелиные соты, ибо поверье гласит, что если пчельник не заломает соты, то соседские пчелы вытаскают весь мед. Строгим блюстителем народных обычаев только с этого дня разрешается есть мед.